Сейчас пробегаем два круга, бежим по волейбольной площадке, не убегая никуда ни на баскетбольную, ни на какие другие. Перед вами тренер, хоть и молодой, Карина, четверокурсница педуниверситета, будущий учитель физкультуры здесь по работе. В этом году она одна из немногих участников программы «Сельский тренер». В полевых условиях, говорит, осознала всю ответственность. Хотела просто чему-то научить детей, что я уже умею сама. Я думаю, что это огромный труд, особенно для студентов, которые пришли недавно, так как еще опыта недостаточно, а каждому ребенку нужно подходить индивидуально. Здесь Карина преподает волейбол. В районе сильная школа по этому виду спорта, но взяться девушка могла бы и за баскетбол, и за футбол, и за общую физкультуру. Ограничений нет. Занятие по вечерам как секция. Для детей молодой тренер в новинку. И интересно, и по-новому. Мне нравится. Она очень хорошо все объясняет, и все понятно. Как бы весело даже, и охота ходить на тренировки. Программа «Сельский тренер» родилась за несколько месяцев пандемии. Так педвуз решил сразу две проблемы. Дети, с которыми будущие педагоги оттачивали свои навыки в лагерях этим летом, остались дома. Студенты без практики. А «Сельский тренер» собрал всех на спортплощадке. И кроме того, замотивировал студентов специальной стипендии. Она вручается, кстати, стипендия инициирована нашим университетом. Стипендия вручается или назначается тем детям, которые, детям, студентам я имею в виду, которые уезжают на длительную педагогическую практику в сельские школы. Длительная – это не менее двух месяцев. И обязательно в тех школах, которые входят в реестр малокомплектных сельских школ. И в каждой из них оставили бы молодого специалиста, новичков программы «17». Здесь мы в районах своих специалистов молодых, конечно, так скажем, в зубах таскаем. Все меры социальной поддержки, когда мы предоставляем жилье. Да, у нас в быстром истоке муниципальная квартира есть для молодых специалистов, именно педагогов. А кроме того, если на территории района, мы возмещаем полностью аренду за жилье, за съем жилья. Ой, да это наша мечта. Это моя воспитанница. Я уже, скажем так, мягко пожилой. Смена бы нужна. Кстати, Карина уже задумывается о том, чтобы вернуться в родной поселок после вуза. Возможно, к концу программы таких энтузиастов станет больше. Сельский тренер работает до конца августа. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.